В последнее время русскоязычные массово покидают Черногорию, что в свою очередь привело к обвалу цен на недвижимость, на арендное жилье имею ввиду. Всем привет, дорогие друзья, я Игорь, канал Алена Арвлог, и сегодня мы с вами узнаем, какие же страны могут стать новым домом для уехавших из Черногории, а также причины, из-за чего все отсюда так массово-то едут. И побываем с вами в Подгорице, посмотрим, как там обстоят дела с арендным жильем. Поехали! И это Подгорица, из Будвы, из побережья, из прекрасного места, где офигенно классный климат, где все очень-очень красиво, я решил все-таки поеду в Подгорицу. Почему я это сделал, расскажу попозже. Ну а сейчас мы с вами посмотрим, что же предлагает Подгорица в контексте съема жилья, какие здесь цены, насколько они выгоднее, или это все придумки и фантазии наши с вами, тех, кто живет на побережье. Поговорим о первой важной причине, почему все отсюда уезжают. Иммиграционная политика страны. Ведь довольно-таки сложно здесь получить легализацию. Когда вы открываете себе какое-то дуо, это, в принципе, как бы возможно, ведь непрерывный стаж можно получить, и на остальность Боровак можно податься. Но, судя по тому, что рассказывают люди, которые здесь давным-давно живут, далеко не все могут получить тот же самый стальный Боровак, а уже о паспорте в Черногории тут речи и нет. В общем, одна из причин, почему люди уезжают, неопределенность с легализацией, с документами, и выбирают страны более лояльные по этому факту. Начиная от Сербии, там, где россияне могут еще найти себе убежище. Не хочу говорить, что убежище, но более лояльно относятся к выдаче гражданства. И уже украинцы и белорусы едут в другие страны Европейского Союза. Начиная от Хорватии, заканчивая куда только можно. Второй момент. Динамический фактор. Ведь стоимость аренды жилья здесь довольно-таки высокая, и она соизмерима со всеми европейскими странами. Заработок, на который здесь можно рассчитывать в Черногории, он гораздо ниже. Это создает дополнительное экономическое давление для того, чтобы семьи принимали решения, меняли страну на такую, где больше заработки выше и, соответственно, более условия сопоставимы. Об этом мы с вами поговорим как-нибудь в других видео. А сейчас давайте все-таки сосредоточимся на стоимости аренды. Да, друзья, смотрите до конца. Вы узнаете, какие квартиры предлагают в аренду. Ну, вот просто так вот сразу же, кто может снять, какие условия. А также мы с вами посмотрим накопленную статистику по городам, по побережьям. И для того, кто ищет что-то подешевле, подороже или повыгоднее, ну, будет понятнее и полезнее. Ну, а возвращаясь к теме, почему же, почему же выезжают люди из Черногории, ну, такой, знаете, вопрос. Может быть, даже и сложный, не станет. Мы спросим еще и моих коллег, друзей, знакомых, почему они решили уехать отсюда и какие страны они рассматривают. Друзья, уже прошел, прилетел незаметно целый год. И помните, в прошлом году, примерно в это же время, мы с вами делали обзор цен на жилье с помощью нашей платформы. Напомню, у нас есть приложение, которое мы разработали. Мы собираем информацию со всех телеграм-каналов, чатов, которые есть в Черногории. Агрегируем ее, немножко других источников. Итак, если мы в прошлом году смотрели, вот я напомню, видео, и в тот момент времени за 500 евро можно было найти ничего практически. Либо очень такие, совсем грустные квартиры. Вот, в этом же году, как видите, 1700, ну, чуть меньше, конечно, в районе 1000 предложений по 500 евро имеются. И даже, может быть, где-то дешевле. Понятно, что здесь объявления, квартиры немножко испытавшие жизнь, но они уже есть, и цены, ну, не 700, как было год назад. Видите, да, скромно жить можно, как говорится. Это не означает того, что пропали квартиры за 1000 евро, и их нету. Нет, они есть, они имеются, вот смотрим, да. То есть, ну, в любом случае, они уже с более комфортными условиями, более красивыми, красивой мебелью. Меньше, они там жили где-то. Даже если взять Бечичи и, там, ближе, там, к бару другие мелкие города, то, естественно, будет даже дешевле и более качественнее. Вот, видите, да, даже какая-то подсветка на кухне, духовые шкафы, которых год с огнем в прошлом году нельзя было найти. А если и были, то квартиры обязательно стоили 1000 евро. Ну, тут уже 1000. Что я вам говорю, 1000 есть, духовой шкаф. Так, за 500 давайте посмотрим, интересно. Ну, да, видите, вот даже 400, одноподромная, более-менее привычная, наверное, кухня, даже с вытяжкой. Ну, понятно, что поскромнее, но, тем не менее, есть. А если взять Херцег-Нови, другие города, то будет, конечно же, и там дешевле. Вот мы с вами сейчас смотрели. Лучший город побережья Будва. А теперь посмотрим, что же сдается в Херцег-Нови. А это, как вы знаете, санаторий, город санаторий. Видите, 600 евро, 650. Даже 1000 не пробегает. Вполне себе хорошая цена и хорошая квартира с адекватным ремонтом. Огромные террасы и так далее. То есть, если вам уже хочется найти что-то подешевле и оставаться на море, то вот, пожалуйста, можно рассмотреть Херцег-Нови. В моем же случае я выбрал другой город. Но об этом попозже. Сейчас давайте посмотрим еще с вами статистику. Это у нас 2024 год. И давайте сначала начнем, наверное, с 23-го все-таки. Среднестатистическое, если брать стоимость жизни квартиры в Будве, 800 евро. И смотрим, Будва 950 в апреле, в марте начиналось 800-950. Но это тоже еще какие-то дешевые цены. Тысяча. Тут зимой где-то оно упало до 700 евро в конце 23-го года в декабре. Ну, потому что начался выезд людей из Черногории. Ну и давайте сравним теперь с 2024 годом. К началу сезона мы видим, что опять всплеск цен немножко есть. Но, как вы можете видеть, это не тысяча. Вот что-то у нас тут в улице, наверное, попало в выбор. Видите, в улице на 1125 евро. Но это, скорее всего, училось что-то из продаж. Ну, забагованность. 900 евро, да. К началу сезона можно предположить, что хозяева, естественно, не захотят сдавать по тем же самым ценам, как и раньше, на годовую аренду. И будут стараться в сезон, ну, может быть, посуточно сдавать. И заработать больше. Поэтому тут небольшой у нас есть всплеск на 900 евро. Но я не верю, что он продлится довольно-таки долго. А теперь, друзья, давайте посмотрим, что же предлагает нам подгорица. Не по графикам, а на самом деле. Как вы поняли, я меняю город. Уезжаю с самого лучшего города побережья в столицу. Теперь мы с вами на практике узнаем, действительно ли она так удобна и крута, как про нее нам все рассказывают. Итак, вы видите видео с обзором квартиры. Это новый дом. И, в принципе, тут много сдается. Практически все и сдаются, я так понимаю. 600 евро. Какие-то 650 такого же плана. Ну, в целом, плюс-минус. Как мы поняли, уже аналогичная квартира на побережье, имею в виду Будва, будет стоить в районе 1000 и выше. А Херцег новое, ну, примерно то же самое. Но, естественно, оно будет не новое, а уже какая-то вторая-третья сдача. Интересный момент для меня, и он удивил даже риэлтора. Квартиры, как вы видите, ну, все плюс-минус одинаковые. Вот фактически они ничем не отличаются. Точно такая же планировка. Одинаковая даже. Мебель, ну, оно там, не знаю, стол там чуть-чуть другой. Стулья, но факт того, что оно плюс-минус одинаковое. Какие-то шкафы для вина. Мода. Весь дом и все квартиры с винным вот этим стеллажом. И зачем оно в квартире, в которой летом температура в Пудрице, насколько я знаю, довольно-таки высокая. Там неправильно было такое. Ну, короче, типовой дом, типовые квартиры, типовой район. Ну, то есть, от следующего я уже отказался, чем удивил риэлтора, потому что, ну, зачем смотреть, зачем тратить время, когда там, ну, все одно и то же. Цены такие же, как в Херцегнове и других городах поменьше, в таком высоком уровне, как в Будвид, где аналог будет стоить по тысячу евро, а то и больше. Ну, а что же с квартирами, в которых уже кто-то жил три, там, пять лет и так далее? Естественно, они тоже с избытком имеются, и цены на них уже гораздо дешевле. Друзья, в Пудрице всего лишь несколько часов, квартиру уже снял. Как вы думаете, какую из? Вы бы какую выбрали? Абсолютно новую или же в тихом районе с местом, где рядом природа? Напишите бы в комментариях, пожалуйста. То, что удивило, ну, то есть, пару часов я здесь побывал, но уже чувствуется отличие. Человек, который прожил на побережье последние два года, да, и вот приехал в город большой, чувствуется цивилизация, больше движения, больше людей, лифты, все блестит. Цены намного дешевле, друзья. Вот сразу же ощутимо по первому попавшемуся заведению, куда зашел на обед, ну, в Будве там 15-17 евро, и здесь 10. Есть какие-то преимущества. Эта квартира, которую я, в принципе-то, и выбрал из экономических соображений, стоит всего лишь 450 евро. Первый последний месяц плюс депозит, и в случае, если я уезжаю, потеряю всего лишь последний месяц и депозит, что лучше, чем пять платежей. Потому что на побережье, ну, у каждого, понятно, своя история, и каждый по-своему договаривается, но я очень часто, когда снимал квартиру, слышал просьбу оплатить последних, там, пять месяцев. Потому что они страхуются, и я их, в принципе-то, и понимаю. Все хотят зарабатывать денег. Ну, так, здесь такие нюансы. В других странах, там, в Польше, в Хорватии, в Испании, ну, чуть-чуть по-другому, но там свои нюансы по аренде. Здесь вот такие. И все же интересный момент по поводу выбора места жизни от черногорцев. Неоднократно я спрашивал этот вопрос, почему вы не живете на побережье, и всегда ответы одинаковые. Ну, понятно, что на побережье все-таки живут какое-то количество черногорцев, но гораздо большинство их, особенно там молодежь, они выбирают все именно столицу. Первое, что все как один называют, это центр. Близко ехать на тот же пляж, то есть час. По минским меркам, на самом деле, ну, что такое час? Мы уже не однократце с вами обсуждали, кто из больших городов, ну, час будет только между районами ездить. А тут час, и ты на побережье, что вполне себе очень даже удобно. И горы. Не обязательно целый день закладываются, а утром выехал, вечером приехал, и ты уже и на лыжах покатался. То есть, ну, географическое место позволяет быстро перемещаться внутри страны автобусами, поездами, личным транспортом, почти везде. Плюс аэропорт. Все говорят, что это очень удобно, быстро вылетел, быстро прилетел. Хотя на побережье есть Тивот, в котором тоже довольно-таки недолго ехать в него, но уже летает, конечно же, гораздо меньшее количество лоукостеров, естественно, чем из Попридца. Хоть они оба маленькие аэропорты, ну, такие, но, тем не менее, в Попридце побольше возможностей. Второй момент – это экономический. Все же жить дешевле, в Попридце, получается, это факт. Гораздо больше выбора, цены ниже, чем на побережье, на все. Кафе, бары, рестораны, так и подавные, качество еды там все-таки получше, чем в ресторанах на побережье. Здесь, ну, мы все понимаем, большая проходимость туристов, тут картошка фриз, чевапчичи выше крыши. Вот, поэтому здесь никто особо не заморачивается. Есть хороший ресторан, например, там «Тулип», там «Два капитана», как все рекомендуют, «Кавказ». В Будве тоже там некоторое количество их единицы по сравнению с огромным количеством того, что открыто. На то они и местные, нам их не понять. Это такая красота, море так успокаивает, завораживает. Ладно, будем вам рассказывать по поводу того, что же все-таки в столице, каково это здесь жить именно. Может быть, вы тоже примете решение и переместитесь уютного, красивого побережья в движение. Привычная инфраструктура и куча кафе, магазинов, всего вот этого. Красиво все сделано. Утро здесь напоминает Минск, скажу я вам откровенно. Если в Будве все в 7 утра уже какой-то кипиш, люди носятся куда-то, бегают. Здесь вот сонное царство, как Минск приехал. У нас там до 10 утра вы даже завтрак себе с трудом найдете. А здесь вроде бы как все открыто, но людей практически нет. По времени, я смотрю, они открываются в 8 утра. То есть чуть-чуть позже, чем на побережье. Там с 7 утра уже пекары вполне доступны. Кстати, здесь, может, тоже. Я еще не все знаю. Мы же с вами должны говорить про отличия, да, и только что мы затронули тему, чем же такая чудесная григовая линия может мне понравиться или понравиться. Это все субъективно. Ну, на самом деле, вот что первое бросается в глаза, когда приезжаешь в Подгорицу, для тех жителей, кто был в больших городах, ну, изначально приехал сюда, да, ну, это обычный, обычный город. Также не стоит забывать про то, что в большом городе больше вариантов по работе. И для молодежи, местных, ну, естественно, больше возможностей именно в столице. Поэтому все и живут в большом городе, а не на побережье. Как по мне, это довольно-таки странный момент, что каждый сезон правительство и Министерство труда пишут какие-то такие жалобы в космос, что вот едут туристы и не хватает рабочих мест, не хватает работников. То есть местные сами здесь не хотят на побережье работать официантами. То есть получается, что местные сами не сильно горят желанием работать в сфере обслуживания. И это выполняют, естественно, те, кто сюда приезжает, там, из Албании, из Турции. Будь то стройка какая-то на побережье, будь то, естественно, сфера обслуживания рестораны, гостиницы и так далее. Вот в этом году тоже была новость, то, что не хватает 3000 работников или больше. Но забавный момент, что когда вот это все нужно, МОПы по-прежнему принимают документы долго, нудно, огромные очереди и все вот это вот. И не у каждого, естественно, нервы выдерживают, поэтому местные, наверное, и избегают. Кстати, зачем местным? Местным это и не надо. Но я имею в виду, что кто сюда приехал, продление уже не так сильно радует, чтобы проходить по таким мокам. Ну и вот многие предпочитают уезжать. Перед тем, как завершить видео, да, я хочу еще рассказать. Я не решил всех своих вопросов по Пирезу, поэтому я пока еще остаюсь. И благодаря этому, наверное, мы с вами узнаем, действительно ли Подгорица такая крутая, как ее все нам описывают, особенно местные, или все это фантазии. И действительно ли там такая жара-жарище, что можно помереть. Ну, самый большой город страны, и летом там люди как-то выживают, поэтому я не верю в то, что там просто вот катастрофически жарко. А вы об этом убедитесь тоже в моих обзорах. Поэтому подписывайтесь и пишите ваши мысли и соображения по теме в комментариях, потому что очень интересно узнать и ваш опыт. А те, кто сюда есть отдыхать, ну, приятного отдыха. Здесь действительно незабываемая красота, и в нашем блоге-влоге вы видите кучу крутых мест, которые вам позволят получить незабываемые эмоции. Потому что, ну, отдыхать – это чуть-чуть другое. Хорошо, друзья, спасибо, что вы с нами. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки. Рад всегда вас встречать где-нибудь на улицах, в переходах, пляжах и общаться. И до встречи в новых видео. Пока, друзья.